Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Восстание Авесолома У Давида был сын по имени Авесолом. Во всем Израиле не было такого красивого человека, как он. Особенно красивыми были его волосы. Авесолом был гордым человеком. Он не любил отца и хотел вместо него стать царем. По утрам Авесолом становился у городских ворот, и когда видел человека, который шел к царю на суд, он говорил ему «Дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. О, если бы меня поставили судьей в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор, и я судил бы его по правде». Так Авесолом хитростью привлек на свою сторону многих израильтян. Он составил заговор и решил убить своего отца. Слуги Давида, узнав об этом, доложили царю. Давид решил уйти из Иерусалима. Вместе со своими людьми он ушел в пустынное место. Ахитофел, один из друзей Авесолома, посоветовал ему «Нам нужно погнаться за Давидом в эту же ночь. Я возьму большой отряд и нападу на него, когда он устанет. Все его люди разбегутся, и я убью Давида. Тогда весь народ перейдет на твою сторону». Авесолому этот совет понравился, но он спросил совета еще у одного человека, у Хусия. И Хусий предложил не торопиться догонять Давида. Авесолом послушался Хусия. Поэтому Давид успел добраться в безопасное место. Никто не знал, что Хусий оставался верным другом Давида. Как Авесолом привлек на свою сторону израильтян? Почему Давид ушел из Иерусалима? Почему Хусий дал неправильный совет Авесолому? Кто Аббак? Кто Аббак? Кто Аббак? Субтитры создавал DimaTorzok